Встреча лидеров промышленности Тверской области. Форум под таким солидным названием прошел в Центре поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Развитие инновационных производств, решение проблемы нехватки рабочей силы. Эти и другие вопросы были обсуждены в ходе встречи. Хотя Центр «Мой бизнес» Тверской области и работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», но на сей раз тут собрались руководители крупнейших предприятий и финансовых структур Верхней Волжи, которые задают темп в экономике региона. Губернатор неоднократно подчеркивал, что ее развитие должно учитывать и современные реалии, и смотреть в будущее. Промышленность нашего региона должна учитывать как исторически сложившуюся производственную структуру и связи, так и, конечно, современные тенденции по перестройке на высокотехнологичные подходы в основных ключевых отраслях, которые у нас работают. Одним из примеров современного производства, представитель которого участвовал в форуме, является НТО и РЭПОЛЮС. Это отечественное подразделение транснациональной компании IPG Photonics, которое является мировым лидером по обработке материалов, созданию оптоволоконных лазеров и систем на их основе. Это тот уникальный случай, когда выходцами из России была создана глобальная корпорация с представительствами в 30 странах мира. И наша компания российская – одна из главных базовых площадок с локализацией более 95%. Цель – участие в привлечении новых партнеров, новых клиентов, заказчиков, популяризации лазерных технологий. Одной из целей форума было расширение контактов между финансовыми организациями и производственниками. Именно поэтому сюда пригласили и представителей банковского сообщества, дабы призвать их к проведению максимально лояльной политики по отношению к фабрикам и заводам. Давать более льготные займы, помогать информационными позициями. Сейчас мы привели большое количество интересных коллег, которые должны показать, что это на самом деле важно, ценно и полезно. С целью найти софинансирование научно-конструкторских работ сюда прибыл и руководитель Лихославльского завода «Светотехника». Но параллельно Андрей Суслов поднял еще один важный вопрос – нехватка кадров. Казалось бы, уже давно на деле стало ясно, что работая на реальном производстве, хоть инженером, хоть рабочим у станка, можно иметь зарплату намного больше, чем у персонала офисного планктона. Тем не менее, клише, возникшее в 90-е, сложно изжить. К сожалению, многие считают до сих пор, что на заводах это грязная работа, это неинтересно, это все старомодно и так далее. На сегодняшний день мы, например, как предприятие, мы всегда открыты. И мы рассказываем, показываем, что у нас работает молодежь, у нас коллектив так же обновляется, что существует куча современного оборудования, на котором требуется как раз знание компьютеров, техники и так далее. Что все это уже от ручного труда многое ушло. Промышленники убеждены, что надо усилить пиар рабочих и инженерных профессий, попутно улучшая качество подготовки будущих специалистов в колледжах и вузах, чтобы образовательные учреждения и заводы образовали тесную пару, в которой партнеры хорошо слышат и понимают друг друга.